Вот он взял. Все, теперь я возвижу и вы меня тоже. Да, Константинович, значит, насчет Марару вы подписали, да? Да, насчет Марару получилось невольно. Они встретились на улице. Я пока вышла из тюрьмы, Толя там организовал кое-какие аспекты. И он говорит, а можно, чтобы у нас страховка была именно Анна Константиновна, а не какие-то там другие ребята из ее бюро. Ну и Толя не стал меня спрашивать. В машине есть мои ордера. Он взял и подписал. Я что, я не против. Короче, поставил вас, да? Да нет, о чем же мне тут поставлять? Я уже определилась, Петкова буду защищать, это точно. Если тронут Петкова, такой... Пойдет Юлиан Русановский. Это считайте все равно я, потому что он из моего бюро. И я по Цеповичу кое-что готовлю. Я не доверяю даже Скайпу, поэтому я думаю, что как только Юлиан вступит и найдет в деле нужные документы, потому что адвокаты... Если бы адвокаты ознакомились правильно с делом, они бы уже трубили про это. А вот они тупят, я боюсь, что им просто эти бумаги не дали. А Юлиан у меня наглый, борзый. Он настоит, он будет приходить с пресса, если надо будет, и он эти бумаги получит. Если я увижу там одну линию, которую ожидаю, у меня тоже есть люди, которые со мной на эту тему говорили, то дело Цеповича повернется совсем по-другому. То есть я надеюсь, что как раз эпизод Цеповича будет самый успешный. Надо сделать одну фишку. И я найду уже способ объяснить вам, в чем суть этой фишки, ну даже без Скайпа, и я думаю, что мы придумаем способ. Для этого парню надо вступить. Он 30-го числа готов вступить, потому что сейчас идут праздники в Молдове. Вот меня тоже нет, я тоже 30-го возвращаюсь. Я здесь тоже не бездельничаю, я по серьезным делам нахожусь. Поэтому вернусь тоже с определенными, так скажем, политическими аспектами домой. Я хочу, чтобы вы взялись из-за моего дела, блин. Все это прикольно, конечно, но самое большое количество уголовных дел у Усатого на сегодняшний день. Значит, одно у Машника на Буюканах, Досару Кутурбалы, но по нему вроде никаких движений нет. И вот комиссару... Помню, 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 я смотрела же интернет, видела все. Значит, дело контрабанды валюты, они мотивируют следующим образом. Вот оно есть в Фейсбуке, я могу его сейчас найти где-то в июне. Понятно, ясно, но это не дела, это все ерунда. Это важно теперь понять, почему 20... Я понимаю, что 3 месяца, вот они вас сделали бануид. Лично я считаю, что если бы они были умные, я даже буду сейчас под скайпу говорить, чтобы не дать им совет. Завтра... Аль, они скайп слушают следующему, послушайте, вот в технических этих вещах можете спрашивать. Вайбер в Молдове не слушают. Я знаю, я знаю. Да, скайп они слушают к инсадреса за прокуратура генерала на Германии, и при немцах скопии, и наук. Один, ну, по пьеску, скайп, ваше кума скопия телефона. А ты причин, к вам боец, инсекция техника, ласис, кунос, туати детали. Кстати, вам, если надо, для ваших дел, я туда засылаю человека, например, вы мне даете номера телефона, которые вас интересуют. Я через сутки вам даю ответ. Если слушается, чине жудикатору, чине прокурору, номеру ладусар, то есть мне там не говорят просто, да, аскуптантерчептэл. Не, не, спонит, да, с интерчептязы, дин, да, так, тари. Ну, понятно, понятно. Я знаю, как это можно узнавать. Ладно, это не самое, мне, допустим, плевать, служат они или нет. Я боюсь только одного, чтобы мне случайно не подставить людей, с которыми я беседую. Лично я каждый вечер с каких-то каналов выступаю против них. Я плевать на них хотела. Но есть люди, которые невольно могут пострадать из-за того, что беседуют со мной, поэтому я берегу людей, в том числе и вас. Мне лично наплевать. Нет, так мне, а мне куда уже, Ань? Сегодня такую войну, как я им объявил, извините за нескромность, но такого нету. Все думали, это спектакль, это шоу. Ади-ка, юнуш, синей флаг, это тема ламини-супорнедила журнал ТВ. Они весной начали. Ко мне пришли эти два брата с журнал ТВ. Забыл, блин, их фамилии. Ну, короче, директор журнала и что-то директор административ. В общем, два директора были у меня в офисе. Где-то в марте-апреле этого года. Значит, они пришли и говорят, Они у меня просят 40 тысяч евро в месяц. Извините за нас, но это дохуя, понимаете? Как платить 40 тысяч евро? Да кьё, 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 лартер, три мидо усутим. Лапроти веку, тот купанерик, гус, пот. Короче, кьё, 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 кьё. Они говорят, вообще 70? Ну, типа, ты нам интересен, как это вот. И попросили у меня 40 тысяч. Я говорю, ты, да идите вы нахуй. Я говорю, это перебор, ребята. Я говорю, я не умираю с голоду, но 40 тысяч евро за один телеканал, я не могу себе такое позволить. Шьён сусыну, ши омега, ши екипас, да луткачук, аресарян сус, петриян, камутян. Ань, я им помогал все эти годы, я об этом не жалею, потому что у них был главный лохиш, ну, а филя хуй с ним, помежду прочим, понимаешь? И вот с того момента у нас пошли качели. Вот этот, гицу, вот вспомнил. Гицу-1 и гицу-2, короче. Они вдвоём были у меня, мы сидели три часа, разговаривали и так далее. Потому что этот Дурбалл и Киану надо мной же издевались там. Говорит, я конца рауфос, дой бандит, филатша, плахотню, кьяков, винит бандиту, ринат, усатый, сглэй. Даже тогда с Дурбаллой, вот вы можете у него спросить, я с ним разговаривал, Ань, по телефону час, целый час. И что? Гон, дурбаллой, кьяков, черенат, усатый. И мы хихихаха, йо, дуам, не ферешки, он кубыцидзик, ну, то есть то, что полиция написала, что я ему угрожал смертью, йо, я скрис, миссар, перед тем, как позвонить. Дум, дурбалл, дичем, манумец, бандит, он им, миссуни, так нельзя. Фраза так нельзя, он сам на мининцарях у партии, журналист, ну, эй, хайш, сереж, ну, как бы, как я час с ним разговариваю, прикалываюсь, он говорит, дурбалл, не импари рэл, но я вему стил юмористик, импари рэл, так вам афектат фамилия, а дико могу тут дискуссии нормалы, нишну, нянчарта, ну-ка, а мининцарь, шашем эти партии, понимаете? и я ему, и я позвонил тогда этому, дец, я говорю, ой, боец, астай, да ты таки, ну, бандат, паза зимит, еру, жуя шефа, бать, бля, не, ну, не, 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 а что делал плохиш? Вот он меня год не показывал по публике по прайму, потом иногда, знаешь, такие пробросы делал, ну, чтобы показать, чтобы все подумали, что да. Но, опять же, если бы у меня был какой-нибудь журнал против всей этой системы, потому что я видел, усатый выступает в ютубе, меня могли сто тысяч человек посмотреть, но, как вы понимаете, это нет национального покрытия там, и так далее, и так далее. Вот примерно такая ситуация. Плюс, чтобы вы знали одну вещь, вот они делают пидорасы из меня бандита, Константин, я не хвастаюсь, я специфический пассажир, но, я не шедата нам фост имплекат, ни шинтрун досар пенал, ни шкукалитати гемартуры, я умвяцца нам аву досар пенал, ни шинфедерация русы, ни шмониторизарин европа, кузпун, я кафил мыстокарилуфа кудра, шештэн деларайс пройдет, мы с Петковым вычислили, который был плохиш, с Горбунцов, инициатур на эту тему. Да, у сатой, фин бизнесмен на федерация русская, мне спросили про это, вы, что-то кармалак, да, они ищут на Москву, да, обещала, я как обещал, что, не нет смысла пиздец, кунээра министру динтерни, ше съезд кумешэву уронену, урэкян, ну, ну, пиаиста, ну, кунос, ну, лам вазут не шо-то, да, лам вазут, лам вазут, бандит, который экзист и в Москве. Шазы и логики, кусяты, да, кызыщая пачи бизнеса федерации русской, обкунашли, шидела конторы, шидела пришеденцы, лам миссель, хожде у не вред, инклсив, Гриша Лепс, Кустас Михайлов, коренини, сдручь, ка ротару, да, ку винитым в Молдову, пентру 30 димит, да, до 177 димит, дьору, ла, 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 у меня к вам единственная просьба, скажите, вот завтра Шеремет идет, ему прокурор должен вручить вот этот... Шеремету не надо завтра идти, Шеремету не нужно туда идти, потому что пропущенный срок или предъявленное без назначенного адвоката, то есть без выбранного адвоката, обвинение, его можно потом разбить. И если вы хотите, чтобы мы смогли работать, и я вас защищала, дайте мне шанс устроить им эту бяку. Поэтому Шеремету ходить не надо. Более того, надо сховаться так, чтобы ему не дали телеграмму. Константин, можно он вас наберет в вайбер хотя бы на 7 минут, он очень порядочный парень, но он в этих комбинах не разбирается, что вы с ним в вайбере переговорите. Без проблем. Потому что я сейчас ему передам, как испорченный телефон, я не юрист, понимаете, сейчас я что-то не то скажу и сделаю хуйню еще больше, чем имеем сегодня. Если вы не против, чтобы он вам позвонил в вайбере, он нигде не будет болтать, вы можете быть уверены. Просто, чтобы он с вами поговорил, и вы ему, Вай, Игорь, Паша, вы два юриста, вы на одном языке поговорите. Хорошо. Да, пусть звонит. Пусть звонит, я на вайбере, я пока здесь в квартире, у меня вайбер работает, я передвигаюсь по городу, вайбера нет, потом дохожу опять до публичных мест, и опять вайбер есть. Но на роуминге я постоянно, то есть пусть звонит. Вы можете назвать какую-то цифру, вот то, что мы имеем сегодня по этому парню, с Единиц, по Корнеллу, да, и конкретно, вот есть Анна Урсаки, вот есть сегодня ситуации, которые вы уже знаете. Ну, короче, они что-то 3-4 эпизода, в общем, они объединили в одной. Игорь вам объяснит. Ну, вот это самое перспективное дело, его разбивать будет легче всего, поэтому я хочу для Циповича дополнительно дать своего парня, а когда они от Циповича пройдут до вас, тогда уже появлюсь я. Я понял. Ну, послушайте, для Циповича, если парень подойдет, то для меня, я не хочу его ни в коем случае оскорбить, но мне нужна тяжелая артиллерия, потому что ведь главное мишень усатый. Да. Потому что сегодня они понимают, что, кстати, скажите, пожалуйста, вот они могут сделать мне так, как сделали ЦОПиком, да, в свое время? Они же их осудили заочно, так? Ну, что вам сказать? Это был беспрецедентный случай, и я знаю точно, что Андрей Настасов, у них очень хороший адвокат, он написал в Страсбург, и он выиграет это дело. И за счет того, что Андрея не было, они воспользовались отсутствием адвоката. Я из страны никуда не уезжаю, поэтому возможность осудить моего клиента без меня, вот это им. Ань, знаете, почему я вас спрашиваю? Смотрите, потому что в Молдове же я не могу быть кандидатом только в случае, если я получил срок, правильно? Ну, в таком случае, да, без, я не знаю, как это сказать поскромнее, у вас есть только единственный адвокат. Это я. Я понял. Но вы поняли идею? То есть, мне кажется, что они сейчас будут меня добивать, чтобы я не мог быть кандидатом Ла Лукали, не важно, где это, Бельце или Кишинек. хотя ЮАР Луап Белцу, Артрази, Акулу и Северный фронт, Ля Рарата, Юлора Кабелцу. Не, ну так, слушайте, это вообще, конечно, уже предмет другого разговора, это, конечно, идиотизм, потому что неважно, будет усатый примаром, или усатый выдвинет человека Х, если усатый скажет, что это мой человек и человек от моей партии, все, его выберут, всех же не пересажаешь. Ну, да, ну, понимаете, все равно, когда я, это другая тема. Понятно. Ну, понятно. Ренат, вы сейчас перед собой видите врага Плохотнюка, я ненавижу и одного, и второго, и причем... Я разговаривал с Платоном полгода назад, что куда? Вот, если ты такие, ик, плохишь, бас в воде, бас в воде, Да, 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 что-то мне он тоже не нравится, этот Платон. Да. Он начал с ЦОПами контактировать с Виктором. Я говорю, Слава, я говорю, ты-то, блядь, все знаешь. Откуда у меня деньги? Знаешь, моих партнеров сражида и так далее. Он говорит, Ренат, я им объяснил. Потом он им объяснил, и журнал перестал меня на самом деле какое-то время трогать. Ниждегини, ниждерел. Проходит месяц, ты знаешь, у меня такое ощущение, что у Плохиша там есть кто-то внутри, потому что очень часто совпадало, когда сайты Плохиша писали, Кяка, Усатый, Башкан отказался от Усатого, потому что Усатый. Да, 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 я помню. И журнал, знаешь, двигал эту же тему, блядь, знаешь, поэтому я иногда начал на самом деле как Горел говорил, Петкову, что ты, у нас там проблема, мы не все контролируем. Если ты с этими идиотами, по-другому не могу назвать, которые в журнале работают сегодня, директора, Константин, я не прошу, чтобы они меня любили, но даже когда я выходил убивать Плохотнюка, я его просто закатывал в асфальт, понимаешь? Блядь, их просто нету, чудес не бывает, там наверняка что-то есть, про что я не знаю. Я выясню, я выясню, мне это сделать гораздо проще, я не могу сказать, каким образом, но я выясню. И более того, я тоже подозреваю некоторых людей, не в том, что, ну, когда я выступила по двум большим делам против Пынти, и самое главное по этому делу, я почти раскопалась с этими квартирами и потом не смогла дальше. Даже меня, которые я, ну, как бы активно меня показывают на журнале, меня журнал не поддержал. И вот тогда для меня тоже был, как бы, я выхожу с новостями про него, ноль, не показывают. Ну, я разберусь, это уже мои справки, я здесь знаю, как... То же самое не было со мной, что когда будешь выступать за усатого, чтобы тебя не вырезали, бля, как вырезали. Нет. Когда... Нет, не будет меня никто вырезать. По Пынти там были прямые, он звонил лично мне, я у меня этот разговор записан, и он еще вылезет в один день. Он звонил, просил меня, он мне сам признался, говорит, я имею на журнале своих людей, но, видимо, не он имеет, а кого-то. Он говорит, и люди не могут мне помочь, потому что не хотят переступать через тебя. Что я тебе лично сделаю, угомонись, пожалуйста. Он меня просил, чтобы я остановилась и не позорила его. Ага, я понял. То, что Платон с ЦОПами исполнили в Голландии, я считаю, что это слабая хуйня. То есть это так. Я не вижу там угрозы, знаешь, ну то есть, что это может закончиться чем-то серьезным, знаешь. Может быть, есть чего-то, я не знаю, но вижу, что Платон уныл и ходит, то есть что не получилось так, как они хотели, знаешь, по этому голландскому суду у них там были какие-то другие планы. Вот, поэтому любая информация, которая будет с Молдавией, мы будем на связи. Значит, у меня там источники, их сейчас, к сожалению, стало намного меньше, теперь слушай по Горбунцову. Блин, извини. Короче. Значит, помнишь скандал с Универсалбанком? Да. Я говорил, давай сейчас я подсоединю эту сеть, потому что у меня компьютер вздыхает и перезвоню через пару минут. Как раз-то отдышишься? Да. Вот он написал мне, что 10% сейчас он вздохнет. Ага, давай. Да, сейчас, сейчас, сейчас я выключусь. Я выключусь. Я выключусь. Я выключусь.